В Краснодарском крае началось рассмотрение резонансного уголовного дела о жестоком убийстве многодетной матери. Слушание проходит в закрытом режиме. Среди обвиняемых есть подросток. Репортаж Андрея Штукатурова. Это первое, причем выездное заседание Краснодарского краевого суда по громкому уголовному делу. В здании учреждения «Аншлаг» все 40 свидетелей и жители Мостовского района Кубани, поэтому в этих местах и решили проводить слушание. Основных подсудимых двое. 17-летний Максим Бондаренко и 20-летний Савелий Никифоров. Третий фигурант проходит по делу лишь в качестве сообщника двоих вероятных убийц. В ходе судебного следствия, конечно же, нам необходимо будет устанавливать полную картину произошедшего. Кто из них, какие именно действия совершал, какова роль каждого в совершении указанных преступлений. Но на настоящий момент роль квалифицирована именно одинаково, что и первого подсудимого, что и второго. Жертвой злоумышленников стала мать пятерых детей, Наталья Дмитриева. Ее тело обнаружили на окраине поселка в Сибае 14 мая прошлого года. Согласно материалам уголовного дела, днем ранее Наталья отдыхала вместе со своей подругой Верой в местном кафе Ивушка. К ним подсела группа молодых людей, один из которых, 17-летний Максим, учился с сыном Натальи в параллельном классе. Других якобы знала Вера. Никакого диалога агрессивного не было. У них лежала на столе телефон, и там была музыка. Бувалтер, милый мой бувалтер. По данным следствия, когда женщины отправились по домам, Бондаренко и Никифоров увязались за Натальей. В темноте они напали на нее. На женщины сначала надругались, потом ее забили до смерти. Преступление произошло напротив частного дома этой женщины. Я просто услышала обрывки разговора. Женский голос. Не надо, не надо. Но я не могу сказать, что она говорила громко. Она говорила тихо. А потом я услышала хрип. Такой страшный хрип. Мне стало страшно, и вот тогда я пошла вызывать милицию. Подозреваемых в убийстве разыскали быстро. В поселке Псибае злоумышленников знали хорошо. Причем характеризуют местные жители молодых людей по-разному. Ничего не могу сказать плохого. Даже вот тут у нас все соседи, все в шоке, потому что не могли такого представить. По одиночке они ничего, никто не могли. Они всегда толпой, как шакалы. Подруга Натальи, Вера, которая якобы и потащила ее в тот день в кафе, повела себя несколько странно. Уехала из родного поселка. Вроде на север. Да мы просто спросить вас хотели, Вера здесь или нет, или она уехала. Слухи ходят, что она уехала на север. Но она уехала. Ну правильно понимаю? Да? Все, спасибо. Во время первого судебного заседания, а оно проходило в закрытом режиме, судья опрашивал свидетелей. Специалисты полагают, что процесс не должен затянуться. Все слишком очевидно. Такое наказание нужно. Я не знаю. Такое, какое. Они Наталье сделали. Им такое нужно наказание сделать. Обвинение считает, что к подсудимым не должно быть никаких нисхождений. Несмотря на то, что один из вероятных убийц несовершеннолетний. Наказание должно быть максимально суровым. Андрей Штукатруф и Александр Руденко. Вести дежурная часть.